На весь райцентр одна взрослая поликлиника с филиалом при хлопчатобумажном комбинате. Основное здание закрыли на ремонт в конце марта. Прием ведется в терапевтическом отделении стационара. Оно не приспособлено, это палаты, куда мы посадили наших специалистов. Поэтому, наверное, есть неудобства, и мы просим прощения у наших пациентов за эти неудобства. Мы думаем, что мы все это восполним, когда построим новую поликлинику, им будет удобно и красиво. Как именно удобно и красиво станет, горожане могут увидеть на информационном стенде, но ждут и все не могут дождаться, когда картинка оживет. С начала ремонта идет девятый месяц. Тейковчанка Яна Сапожкова обратилась напрямую к губернатору на декабрьской встрече с жителями. Наш город преобразился, появилась большая набережная, отремонтировали детские сады, еще обещали отремонтировать поликлинику. И здесь возникает вопрос, когда будут завершены работы поликлиники. Недавно я был на объекте, заезжал, смотрел ход. Ну, вы знаете, что это за здание. Это прекрасно. Помните, в каком оно было состоянии. Я могу сказать, фактически там строители молодцы, фактически самый сложный этап пройден. Но в стенах старой поликлиники практически новая поликлиника делается. Работы здесь ведутся по программе «Решаем вместе». И это единственная взрослая поликлиника, вошедшая в нее. Для медучреждения сделали исключение. Все остальные оказывают помощь маленьким пациентам. Тиковская поликлиника скоро отметит свой вековой юбилей. Она была открыта в 1928 году. Здание было в ужасном состоянии и требовало срочного ремонта. Именно поэтому взрослую поликлинику включили в программу. Но, судя по тому, что мы здесь видим, ее не ремонтируют, а фактически отстраивают заново. Это подтверждает и зампред областного правительства Сергей Чесноков, курирующий строительную сферу. В начале ремонтных работ выявились серьезные проблемы с межэтажными и чердачными перекрытиями. Практически полностью пришлось демонтировать стропильную систему. От здания, по сути, остались только несущие стены. Были приняты новые проектные решения. В связи с этим сдвинулись сроки окончания строительства. Но, надеюсь, те проблемы, которые были выявлены, они предотвратили аварийную ситуацию в данном здании. И мы не получили трагедию в будущем. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. И думаю, что в май и июнь месяц мы этот объект закончим. Новое здание – это не только комфортные условия для медиков и пациентов, но еще и отсутствие проблем с проверяющими органами. Здесь был очень широкий коридор. И так как специалистов каждым годом все прибавляется, их становится больше. Поэтому вдоль стены вот этой были построены деревянные кабинеты, которые не соответствовали никаким нормам, за которые нас все время штрафовали пожарники. Поликлиника обслуживает более 30 тысяч пациентов. Здесь 15 терапевтических участков. И действительно хороший набор врачей-специалистов. Некоторые ивановские поликлиники могут позавидовать. Здесь действительно хороший набор специалистов. И лора, и хирург, и невролог, и другие специалисты представлены. Сейчас они располагаются в здании стационара вместе с участковыми службами. Конечно, тесно, немного неудобно оказывать медицинскую помощь. Но зато мы понимаем, что потом они переедут в отремонтированное красивое здание всей командой. В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе ремонтируют пять поликлиник. Помимо этого еще вторую и одиннадцатую в Иванове, Кенишемскую и Вичугскую стоматологическую. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания Барс.